Приветствую вас! Вы знаете, вот по началу, да, первое, что хотелось бы вас спросить, это какой помощи вы хотите от нас? То есть, проблему вы описали, пожаловались, хотите чего? Конкретно, чего вы хотите от психолога? Что? Что нужно? Что хотите поменять? Что хотите изменить? Это первое. Второе. Второе, это то, почему гражданский муж. То есть, гражданский муж, это вообще кто? Это вообще как? То есть, понимаете ли вы, что, как бы, гражданский муж, это просто, ну, фиксер, на самом деле. То есть, это иллюзия. Если мужчина, ваш муж, то он должен быть официально мужем. Если он вам не муж, то он вам чужой человек и может делать, а все все это хочет. Вот. То есть, вы по какой-то причине поставили себя так, что с вами, именно с вами, чтобы стало возможным построить отношения к граждански. Вопрос заключается в том, по-че-му. Почему так? Вот и все. Вот когда, если вы для себя это откроете, когда, если вы для себя это сами увидите и проанализируете, вам будет все более понятно, гораздо, чем сейчас. Это, это такой момент. Следующий. Следующий. Следующий момент. Следующий момент. Вы пишите, что он общается с бывшей женой, остается там ночевать и так далее. Хорошо. Значит, давайте смотреть. Вы пишите, муж очень близко общается с бывшей, у них ребенок, он уезжает к сыну, у них ночью. Скажите, так было всегда или так началось только после, ну, какого-то определенного момента? Если так было всегда, то, как бы, а какие претензии к мужу, если вы изначально его таким приняли уже? Если так началось, нужно обговаривать, смотреть, анализировать, исследовать, вырабатывать какие-то конкретные методы для изменения поведения и прочее. Понимаете, да, о чем идет дальше? Дальше. Дальше. Вы пишите. У меня, у меня истерики. А истерики по поводу чего у вас? То есть вот истерики у вас возникают в связи с чем? Как бы. Чего вы боитесь? Вы говорите, что не хотите измен? А почему сразу измен? Почему сразу измен? Понимаете? Ааа. То есть кто сказал, что это обязательно будут изменения? Вот, соответственно, это и нужно, в первую очередь, исследовать. Понимаете? Какая история? Как это задевает лично вас? Как конкретно вас это задевает? Ну, то, что он уезжает сюда. Откуда возникают мысли, что будут изменения? Обязательно. Понимаете? Обязательно. Вот. То, на чем нужно предоточиться. Понятно. Понятно, да? Так. Истерика. Ага. Значит, истерика это по применению внимания. Ну, априори. Соответственно, давайте исследовать, с чем это связано. То есть, почему вам не хватает внимания. Давайте подумаем. С чем это связано? С чем это связано? Как это связано? Между тем, что мужчина не принадлежит вам, да? Что вы выбрали гражданский брак. И дело в том, что вы не идите и не спите. Настолько для вас это важно. То есть, насколько вы вовлечены в эти отношения с мужчиной, что у вас так все происходит. Понятно, что я вас не обвиняю. Просто, ну, чтобы понять, как вам помочь. Да, нужно, сперва, поисследовать все. Хорошо. Очень хорошо все исследовать. Нужно. Понимаете? Кайф 40. Вот. Вот и все. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Я бы вам предложил посмотреть тему созависимости в интернете. Именно созависимости. Вот. Ну, возможно, любовные зависимости. Вот. В этот момент вы очень, вот, по поведению вы очень сильно ведете себя как созависимый партнер. Что, безусловно, не красит вас в глазах мужчины и вполне вероятно, что отталкивает его от вас. Вот. Вот, в принципе, так. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.